Привет, я Ира, это мой канал о книгах и чтении, и по доброй декабрьской традиции я к вам с библиотекой ароматов. В этой рубрике я подбираю книжные ассоциации к духам. И сейчас продемонстрирую вам настоящее предновогоднее чудо, которое со мной случилось. Сегодня мы с вами будем исследовать собрание сочинений, о котором я мечтала года полтора с тех пор, как этот аромабокс появился на рандеву в продаже. Рандеву – это интернет-магазин, в котором я последние года-два покупаю парфюмерию, иногда косметику. И пришла я туда исключительно потому, что в одном из комментариев к моей рубрике «Библиотека ароматов» мне сказали, что там есть большой выбор аромабоксов. Я тогда вообще не знала, что аромабоксы бывают чем-то кроме рукодельных, очень индивидуальных подарков, которые мне два года в виде адвент-календарей дарила Люда Зайкова, вообще пригласившая меня в этот мир парфюмерии. Когда я узнала, что на рандеву большой выбор аромабоксов, я, конечно, туда побежала. И с тех пор там покупала и аромабоксы, и пробники, и миниатюры, которых в тюменских магазинах там не часто как-то встречаются, и полноразмерные флаконы с парфюмерией. Ну и, конечно, я постоянно заходила туда для того, чтобы проверить, какие новые аромабоксы появились. Так что вы можете себе представить мой восторг в тот момент, когда я узнала, что теперь рандеву сотрудничает со книжными блогерами на Ютубе. И еще большее мое ликование от того, что они согласились прислать мне на обзор вот этот вот аромабокс по мотивам карты Таро Дурак. С аромабоксами вообще такая история. Они, с одной стороны, имеют очень прагматичную цель и способ использования, потому что это возможность познакомиться с большим спектром достаточно дорогих ароматов, что-то выбрать, поносить их на себе, понять, что нравится, что нет, и потом уже покупать, допустим, полный флакон. У них как раз сейчас на полные флаконы скидка 50%. И подборки в связи с этим сделаны так. Новые женские ароматы, новые мужские ароматы, пудровые ароматы, ароматы с цитрусовой ноткой, или, допустим, самые популярные ароматы Тома Форда. Или вот на Новый год, на прошлый, мне в подарок Лена Ша дарила Сержа Лютена 8 ароматов. Я никогда не буду, наверное, носить Сержа Лютена, потому что это настолько авторские артхаусные какие-то ароматы. Каждая из них – это очень интересная история, по которой я пускаюсь в путешествие с большим удовольствием. Я читаю это собрание сочинений уже целый год. Я еще не все ароматы разобрала. Но для меня это как приключение, как в том числе и читательское приключение тоже. Ну и тут я подхожу, наверное, к той роли аромабоксов, которая именно мне наиболее притягательна. Для меня это не столько возможность себе какой-то выбрать парфюм, чтобы потом купить 100 мл, сколько такое чувственное приключение. Это как коробка артизанского бельгийского шоколада, в которой я все конфеты попробовала, а потом открыла, и они снова все на месте. Ну, кроме той, что упала, только что напал. Именно знакомство с образными, с чувственными историями у меня больше всего в аромабоксах нравится. И поэтому, когда появилось первое собрание по мотивам карты Таро, я сразу же загорелась и мечтала о том, чтобы познакомиться с этой коллекцией. А сейчас уже появилась вторая карта Таро. Это Мак. Я тоже с ней когда-нибудь обязательно познакомлюсь. Еще у них есть подборки по знаком Зодиака. Телец для нее, водолей для него. Это тоже совершенно не прикладные, скажем так, способы использовать аромабоксы, но как раз мне гораздо более интересные. Вот так что давайте с вами приступим к знакомству с дураком. А, ну и напоследок, в качестве благодарности, рандеву за то, что они мне прислали эту чудесную коробочку, скажу, что сейчас на аромабоксы у них 30% скидка. И мне, конечно же, тоже дали именной промокод на 10%. Если вы будете покупать, допустим, аромабокс или полный флакон, ну, эта скидка как раз вам покроет, допустим, доставку. На рандеву доставка бесплатная от 5000, а если покупка меньше, то вот можно, например, 10% скидкой эту стоимость доставки покрыть. Или еще у них есть такая классная функция. Там можно писать отзывы на покупки, и идет кэшбэк с каждой покупки. Допустим, у меня уже набралось на бесплатную доставку когда-нибудь при следующем заказе. Итак, беремся за дурака, наконец. Что вообще за карта дурак? Дурак относится к старшим арканам. И это самая первая карта, даже не то, чтобы первая, у нее номер 0. 0 – это начало, это чистый лист, это отсутствие предубеждений, полностью открытый к новому опыту разум. Никаких шаблонов, никаких клишей нету. Это креативные, соответственно, решения, креативные, интуитивные, доверяющие себе. Дурак – это ребенок, который только что родился. Дурак – это не скованный общественными какими-то нормами и установками. Человек, таким образом, имеющий более открытый доступ к собственной интуиции. Дурак – это шут. Как мы знаем, к шутам прислушивались даже короли, и шутам было позволено говорить то, что не позволено было никому больше при дворе. Дурак – это блаженный, юродивый, человек божий. Тоже к нему определенные отношения. С одной стороны, это ругательство, которое было самым обидным в детском саду. С другой стороны, это образ очень глубокий и интересный. Это начало пути, это свежесть, свежесть восприятия. Я так понимаю, что основным мотивом для подбора этих ароматов стала свежесть. Свежесть, да, это, пожалуй, то, что прослеживается здесь больше всего. Значит, к этому боксу прилагается, собственно, карта Дурак. Вот такая у нее рубашка. И к ней мы еще вернемся. А пока посмотрим. Я открыла аромабокс, и тут сразу же столько ароматов на меня обрушилось. К каждому аромату здесь есть небольшая аннотация. Обычно в аромабоксах просто изображены на обложке. На обложке изображены оригинальные флаконы. И есть QR-коды, по которым можно пройти и прочитать в интернете информацию более подробную об этих ароматах. Поскольку по картам Таро – это какое-то особенное собрание, то здесь есть, собственно, вот такая книжечка, более крупно изображены флаконы. И дано описание. Немного здесь сказано о пирамидах, но по большей части об образах, о фантазиях, которые парфюмерные эксперты, собиравшие эту коробку, считали здесь. Вот чем еще нравится мне эта идея с картами Таро, тем, что здесь, если я в библиотеке ароматов сама подбираю ассоциации из книг, иногда из кино или из музыки, то здесь уже кто-то поработал с ассоциациями. Здесь какая-то двойная такая еще идет. Встреча со своими ассоциациями и с чьими-то, кто работает в рандеву над этими проектами. И первый аромат у нас это Байредо Ла Тюлип. Короче говоря, тюльпан, женский аромат от Байредо. Он действительно очень тюльпановый. Причем он стойко тюльпановый. Вначале похож на тюльпаны или на весенние еще цветы, может быть, на мимозу немножко с горчинкой, если с таким стеблем надломленным. И под конец, вот пока он на мне звучит, не очень долго, он все время похож на тюльпан. Видимо, в этом заключается как раз мастерство парфюмеров Байредо. Мне еще поначалу он очень напоминал бумагу, чистую бумагу. Только сейчас я сообразила, что это такая ассоциация очень дурацкая как раз. Ноль, да, чистая бумага, чистый лист. И, конечно, это очень весенний аромат. Он ассоциируется с весной, со свежестью, с капелью, с литком утренним весной, может быть, с хрустящими вот этими скрипящими тюльпановыми листьями. Но поскольку я зимой воспринимаю эти духи, у меня невольно они как-то прикладываются к нынешним обстоятельствам. И я представила вдруг себя маленькой ребенком, который попал на взрослую вечеринку. Там такие тети в шелковых платьях струящихся, в каких-то украшениях сияющих, блестящих. Они так к тебе наклоняются, да, и что-то говорят. Там тебя чмокают в щечку или дарят тебе конфетку. Вот эта нарядная, легкая тетя, она почему-то мне представилась. И почему-то, когда я про это думала, я вспомнила замечательную зимнюю как раз книгу Алексея Сальникова «Петрова в гриппе». Там шелковистая, прохладная, нарядная тетя – это Снегурочка. У мальчика грипп, он пришел на утренник, и у него высокая температура. Он берет Снегурочку за руку, а у Снегурочки, как и положено, рука холодная. И вот эта ассоциация с шелковистым каким-то нарядом Снегурочки, с ее вот этой шубкой голубой, с ее прохладой, с ее молодостью, звонко-симпатичной красотой, вдруг мне Сальникова напомнила. Я подумала, что это хорошая ассоциация, потому что, во-первых, книга отличная, которую я обязательно рекомендую для зимнего чтения. Она очень ностальгичная, поэтому здесь не только я маленькая в своих ассоциациях, но и главный герой обращается к каким-то детским своим воспоминаниям. И здесь есть, ну не знаю, вот насчет дурацкости, не уверена, что в Петровой, в Гриппе какая-то особая дурацкость сразу же мне в голову приходит, и что какая-то из апостасей дурака здесь всплывает. Но тем не менее, когда я думала про то, с какой бы картой я ассоциировала историю Байреду с тюльпаном, я думала про желтый цвет. Я вначале даже думала, что вот эта карта подходит, потому что она такая желтая. Желтая как, не знаю, что тюльпаны, может быть, нарциссы у меня какие-то чудились. Вот когда я еще была на этой стадии цветочной ассоциации, весенней, свежей, а потом я вспомнила, что вот эта карта из колоды, которую предлагает рандеву, отсылает нас к классической карте Таро, и в ней дурак очень похожий, не такой просто современный. И здесь очень много желтого, очень много цветов, наряд его украшен цветами. В руке у него цветок, как начало новой жизни, расцветания. Если из разных знакомых мне колод выбирать карту Таро для тюльпана Байреда, то я возьму из Таро Уэйт, вот этого вот дурака, такого цветочного и очень-очень желтого. Второй аромат здесь Нироли Портофино от Тома Форда. В этот раз у меня наконец-то закрепилось в памяти, что Нироли – это и есть апельсиновый цвет. Вот, и здесь я слышу сладкие, горьковатые цветы, которые сразу же меня встречают, когда я приезжаю на курорт в теплую страну. Это цветение, которого в Тюмени я не слышу. Допустим, да? Это не скромные сибирские цветы с каким-то едва уловимым, не тонким ароматом. Очень яркий, густой, сладкий, с горчинкой аромат, который сразу же меня настраивает на такое вот какое-то курортное состояние. Аромат курорта в теплой стране складывается не только из цветов, которыми там все благоухает, но также как будто бы из запаха песка или морской соли, или, может быть, еще какого-то средства для загара, или теплого полотенца разогретого, чистого, что-то такое. А чем дальше этот аромат выветривался, тем он больше напоминал такой холодок и чистоту. И тут мне вспомнился какой-то гладко выбритый брюнет. Пахнет холодком и даже лавандой, и слегка прижимает в танцы. И вот когда я про этих брюнетов, прижимающих в танцы, стала думать в белых таких, белоснежных рубашках на смуглой коже, я вспомнила чудесное и кино, и книжку, которая называется «Под солнцем Тосканы». Это история про начало с чистого листа. Ее там обманули, то есть она была дураком, осталась в дураках, потому что муж ее обманул, отобрал у нее, у главной героини, писательницы, отобрал все ее имущество, которое, в общем-то, она заработала. Он был нахлебником в этой семье. Она отправляется в Италию с разбитым сердцем и покупает старый дом. Ей тоже в какой-то момент кажется, что она поступила глупо, потому что он требует большого ремонта, больших вложений. Но именно вот этот поступок навстречу своей интуиции, на многих картах дурак шагает, как будто бы в бездну нам кажется. Ну, куда ты идешь, дубина? Она делает этот шаг рискованный, нерациональный. И это, оказывается, самое лучшее, что она для себя могла сделать в этой ситуации, потому что она начинает новую жизнь, она отпускает все старые, тяготившие ее, на самом деле, сценарии, которые, ну, она этого не осознавала, но они как бы из нее жилы тянули. У нее начинается новый творческий период, она встречает разных симпатичных парней, с одним там ходит на свидание, потом с другим. Вообще много новых людей приходит в ее жизнь, и вот это начало с нуля, следование своей интуиции, следование своему сердцу, очень у этой героини хорошо отыгрывается. Ну и также, когда я стала, то есть она обнулилась, да, я вот себе записала. И также я вспомнила книжку «Ешь, молись, люби», не очень моя любимая книжка, Элизабет Гилберт, вот эта, но, тем не менее, она тоже подходит под эту историю, потому что там тоже героиня отправляется вот в такую вот какую-то экзотическую страну, где цветут апельсиновые деревья. Встречает она каких-то симпатичных там людей, в том числе, она обнуляется в этом ашраме, где какое-то время проводит. То есть там есть тоже такая нота нового пути, обновления и экзотического какого-то приключения. И когда я стала думать про колоду, в которой бы я нашла подходящего дурака, мне попался вот такой вот дурак. Это испанская колода, в которой все фигуры, почти все фигуры здесь женские, женские, либо такие андрогинные. Она такая цветочная, танцующая, на фоне гор. Единственное, что у нее такой вот фиолетовый цвет, да, казалось бы, апельсиновый цвет, он белый или что-то такое оранжевое, если про апельсины речь идет. Но для меня вот этот фиолетовый цвет карты тоже очень знаменательный, потому что, ой, вот в этих нероли я слышу почему-то и такой тоже фиолетовый цвет. Мне кажется, очень удачно эта карта мне попалась. И таким образом две книжки у нас «Солнце Тоскана» всплывают в связи с этим и «Ешь, молись, люби». Следующий аромат здесь – это «Зарко Парфюм» «Пинк Молекула 090-09». Все эти молекулы – это синтетические элементы парфюмерии, которые призваны по-разному играть на разной коже, что-то такое. Я еще только вникаю в этот вопрос. Это очень модная тема одно время была в парфюмерии. «Пинк Молекула». Здесь ее описывают как искорящийся радостный аромат розового шампанского, нежной абрикосовой кожицы, взбитых сливок, начало приятного летнего вечера, мягкий свет закатного солнца, головокружительный наряд от любимого дизайнера и аромат, о котором будут спрашивать все без исключения. Но со мной он сыграл такую злую шутку, потому что вначале он звучит как очень очень такой кичевый, розовый. Розовое ситро, да? Может быть, шампанское, да? Очень сладкое. С горчинкой. Так, что тут я себе написала? Детская розовая водичка. Сладкая, цветочная, как весенние яблони, но только сваренная в сироп. Девчачье веселье. Розовый шелковый топ со складками. Поход на дискотеку в белые ночи. Ноты шампанского тоже я услышала. Но шампанское это мне подали в пластиковые кружечки. Раньше в самолетах Аэрофлот на Ту-154 подавали такие очень низкие полукруглые чашечки. И в них давали ситро, как называется, лимонад, лимонад буратино. Тут мне как будто бы шампанское налили в такую пластиковую чашечку. И вокруг пахнет салоном вот этого Ту-154. А поскольку в детстве меня в самолетах тошнило, я хотела поскорее оттуда убраться. Запах, один только запах салона самолета приводил меня в такое очень неприятное состояние телесное и желание оттуда сбежать немедленно. Вот это так и закрепилось. Сейчас я вдыхаю этот розовый аромат и чувствую у него на подложке не шампанскую горчинку, а вот эту затхлость горьковатую пластикового самолетного салона и предчувствие беды какой-то своей внутренней неустроенности. И хочу оттуда сбежать. Поэтому и книги, которые я искала в качестве ассоциаций, они все были вот из такого тревожного состояния сбежать из самолета. Поэтому я вспомнила Лангельеров Стивена Кинга. Поскольку вот этот девический розовый, детский розовый и чувство опасности, дискомфорта, я вспомнила кино «Тело Дженнифер». Даже нашла... Оно вообще-то не в розовых тонах, но я даже нашла картинку, в которой Меган Фокс в розовом цвете представлена. Ну и дальше, если говорить про книжку, от которой хочется избавиться, я вспомнила, что в этом декабре начала читать «Поцелуй меня в Нью-Йорке» Кэтрин Райдер. Это такой вроде бы любовный роман, такой развлекательный, ни к чему не обязывающий, но что-то такое мне показалось скучное. А там главная героиня как раз в аэропорту собирается в Англию к своим родителям. По-моему, она рассталась с парнем. С каким-то парнем она встречается, которому еще хуже, которого девчонка вообще обманула или только что бросила прямо в аэропорту, но самолет откладывается, и они едут в Нью-Йорк оба, чтобы там как-то, ну даже... А, чтобы встречать Рождество в одиночестве, да? Что-то такое тоскливое. Я поняла, что я уже не готова такое читать, хотя когда-то, возможно, бы и проглотила, но, в общем, от этой книжки я решила избавиться. Верхние ноты шампанское – абрикос, черная бузина и черная орхидея. Базовые ноты – взбитые сливки, черное дерево и махагония. Ну, не знаю, сегодня мне шампанское больше слышится, горчинка шампанского. Может быть, здесь атмосфера другая, температура другая. Он не такой парсивный, как дома, мне казалось, с этим аэрофлотовской своей ассоциацией, но все-таки не скажу, что мы с этим ароматом подружились. И поэтому и карту я к нему подобрала такую в духе не самых приятных. картинок, скажем так. Есть у меня колода по Дикамерону, такая у нее красивая рубашка. Но там такие эротические иллюстрации, скажем так, потому что я пальцем тут прикрою. Но вот такая колода. Здесь этот дурак мне не нравится. Он тут изображен, здесь не симпатично как-то, расслабленно, как-то пугающе. И эта девушка симпатичная, неуместная рядом с ним, смотрится, на мой взгляд. Поэтому вот такой дурак в таком воплощении в этот раз предстал для меня. Следующий аромат Фредерико Маля. Вернее, это Фредерико Маль, это название бренда, а парфюмер здесь Элина, по-моему. Называется это Le Diver. Le Diver. Зимняя вода или талая вода еще это переводят. Этот аромат мне показался интересным. Не уверена, что я бы себе купила целый флакон такого. Он такой больше унисекс. Не то, чтобы я имела что-то против унисекс, но он такой больше мужским, мне кажется. Мужественным. Талая вода первым делом, мне кажется, сочетанием цитрусов, какого-то шипра винтажного, и старой пудры. Не просто пудры, а именно такой немножко постаревший и имеющий такой слегка прогорклый оттенок. То есть первая ассоциация у меня с ней не очень приятная, но она разбирается очень интересно. Распадается на разные ноты, потом собирается снова. И тоже, конечно, большое значение имеет то, в какой атмосфере я духи воспринимаю, потому что дома мне менее симпатичным этот аромат показался. Я к нему стала испытывать симпатию позже, когда он так немножко разлетелся, разошелся и стал раскрываться. Сейчас он мне даже сначала нравится, и поначалу тоже у него есть оттенок такой, как будто бы свежей бумаги. Такая горчинка. После знакомства с пирамидой я признала там и амбру, и миндаль, и мед. Вот я себе пишу здесь, что этот аромат мужской, артизанский. Если предыдущий был примитивно детским, то этот взрослый, сложный, но не вычурный. А такой типа, я элегантный мужчина, у меня есть вкус. Сиреневая льдистость тут мне почудилась. Я стала думать в сторону старого джентльмена. Почему-то такая вот эта сдержанная элегантность и непростота на старого джентльмена меня мысленно вела. И я вспомнила, что недавно читала рассказ «Рождество в доме Мегре» Жоржа Семенона. И там вот это «Рождество о Мегре», оно предстает совсем не таким, как мы в последнее время привыкли воспринимать из какой-то англо-американской традиции. Это не то, что все увешано красным, зеленым и огоньками. Это добротный, спокойный выходной во французской семье. Жена с утра ему готовит кофе со свежим круассаном, потом вкусный обед. Мегре так неспешно встает, в халате сидит, курит трубочку, распивает кофе. И при этом особой какой-то искрящейся радости нет в их доме, потому что у них нет ребенка. И история про Рождество в доме Мегре – это история опять про расследование, которое его находит даже в выходной, и про ребенка, который каким-то образом появляется в этой истории, как младенец Иисус появляется у своих родителей. Так и здесь немножко такой мотив ребенка появляется, который под конец смягчает сердца этих двух уже взрослых людей, этой четыми игры. Такой рассказ интересный тем, что он французскую традицию больше представляет. Немножко меня саму, ожидающую вот этого определенного англо-американского Рождества, уводит в другую историю, знакомит с каким-то другим подходом. Потом я стала думать, что, может быть, это не старый джентльмен, а старинный джентльмен. Потому что он, может быть, не такой старый, но у него есть какие-то такие повадки, может быть, в ретро-стиле. И тогда я вспомнила, что недавно читала у Дороти Сейерс серию детективов про сэра Питера Уимзи. Это замечательный персонаж. Он такой немножко, может быть, отстраненный или неуклюжий, такой не совсем светский, слегка интровертный. Он аристократ, и к этому прилагается целый спектр разных черт, особенностей образа жизни. Но при этом он очень проницательный, и он любит распутывать преступления. Очень мне понравилась эта серия детективов. Я еще дочитываю один из них, в прочитанном расскажу о них подробнее. Но Питер Уимзи, у него даже имя такое, сэр Питер Уимзи. А с одной стороны оно смешное, такой кламзи немножко как будто бы, а с другой стороны он сэр, аристократ и очень одаренный сыщик. Чем больше я вдыхала этот аромат, тем больше мне слышалось в нем сладковатого, такого ирисного, то есть горечь как будто бы уходила, он становился более мягким, более цветочным. И с этим ирисом мягким я вспомнила Оскара Уайльда. Почему-то мне стало казаться, что вот что-то надо подумать про книжки из Оскара Уайльда. Но пока я пыталась что-то вспомнить, я вообще не уверена, кроме Соломей я, наверное, ничего не читала у Оскара Уайльда. И тут Оскар Уайльд мне предстал в образе Стивена Фрая, а за Стивеном Фраем, конечно же, подтянулся Хью Лори, и тут до меня дошло, что это Берти Вустер. Этот аромат подходит Берти Вустер. Он, с одной стороны, аристократ, как сэр Питер Уимзи, с другой стороны, он дурак, там же дурака еще как бы желательно поискать. Он дурак. При этом он такой интересный дурак, который выпутывается из сложных ситуаций. Дуракам закон не писан, что-то такое вот про Берти Вустера, можно сказать. И к тому же недавно я, конечно же, опять тоже читала историю «Дживс и дух Рождества». Это небольшой рассказ, в котором Дживс и Вустер собираются на рождественские каникулы в Монте-Карло играть в рулетку, а тут тетя Агата заставляет Берти ехать в какое-то поместье, чтобы восстановить свою репутацию в глазах какого-то аристократа. С семьей, которого ему гордят матримониальные связи. И Дживс не очень доволен этой ситуацией. Вот как дальше она развернется, рассказывает эта небольшая история. Мне кажется, что она, к тому же, и классный случай познакомиться с историями Вудхауса о Дживсе и Вустере, или, может быть, вернуться к этой серии, или, может быть, перейти с сериала, где Хью Лори играл Берти Вустера, а Дживса играл Стивен Фрай, его коммердинера, такого себе на уме. Может быть, перейти от сериала к книге, можно при помощи этого рассказа. Вот так. Ну и к тому же он соответствует нашей обстановке рождественской. Берти Вустер – отличный дурак. А карта – та, которую прислали. Вот такой светский, светский, легкомысленный, модник. А собачка, посмотрите, которая пытается удержать его от падения в пропасть, это, наверное, Дживс. А, ну тут мне, конечно, вспомнился Дживс у Алисы Пиквик Пейперс. Так вот этого Берти пытается удержать от падения. У меня уже не осталось места на руках, чтобы брызгать духи. Мы с вами рассмотрели сейчас четыре аромата. Сделаем паузу, и дома я вам расскажу про следующие четыре. Итак, продолжим наш разговор уже дома. Следующий аромат – Франсиско Куркджан Акваселестия. Акваселестия – небесная вода.